Как правило, средства массовой информации публикуют лишь единичные сюжеты о случаях коррупции в учреждениях медико-социальной экспертизы. Да и то по факту, когда оперативники берут с поличного вымогатели из этой службы. Наконец, уважаемая телепрограмма «Человек из закона» опубликовала аналитический телесюжет о коррупции, мздоимстве, продажности выносимых решений в учреждениях медико-социальной экспертизы. Я думаю, что посетители нашего сайта согласятся с той информацией, которая представлена в данном телесюжете. Вы знаете, Центр медицинского права неоднократно пытался и пытается привлечь внимание государства к проблеме коррупции в системе учреждений медико-социальной экспертизы. Мы неоднократно обращались к правительству России, к министру труда и социальной защите Топилину о необходимости создания конкуренции в работе данной службы. Но получали отписки о том, что досудебная процедура обжалования вполне является обоснованной для оспаривания вынесенных решений. С точки зрения Центра медицинского права, оспаривание решений в самой службе является подтверждением принципа «пчелы против меда». Требуется и независимая судебная экспертиза, которая бы могла оценивать работу учреждений медико-социальной экспертизы и давать свои заключения. А судебный контроль был бы решающим фактором независимого контроля за работой учреждений медико-социальной экспертизы. Государству нужно понять необходимость изменения ситуации в монополизме данной службы. Чтобы действительно медико-социальная экспертиза работала в условиях конкуренции, необходимости отвечать за вынесенные решения. Конечно, похвально, когда господин Дымочка говорит о том, что в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы случаев коррупции нет. Но почему-то в иных учреждениях медико-социальной экспертизы факты коррупции встречаются ежемесячно. Надеюсь, что государство примет меры в этом направлении, потому что монополизм никогда к добру не приводил. Россия провозглашена социальным государством согласно Конституции. И право на доступ к мерам социальной защиты государство должно гарантировать за счет демонополизации работы учреждений медико-социальной экспертизы. Надеюсь, что рано или поздно действительные, решительные, эффективные меры государством будут приняты.